родные начну с вопроса кто из вас в детстве любил либо читать либо смотреть сказки есть такие да вот чем они тебе нравились сказки счастливым концом да почти каждая сказка заканчивалась и если они еще не умерли плане чего долго и счастлива да то есть в сказке есть некоторые элементы писатель тулкин говорит что есть пять элементов которые как бы объединяет все сказки это возможность выйти за пределы времени способность спастись от смерти любовь без разлуки то есть вечная любовь способность общаться с фантастическими существами и увидеть окончательную победу добра над злом и вот эти пять вещей он говорит да они красивые сами по себе но в принципе мы понимаем сказки это выдумки потому что в реальном мире а человек не способен реализовать все эти пять пунктов я думаю каждый из вас чувствует это в какой-то степени и на себе мы не можем выйти за пределы времени мы ограничены во времени то есть мы не можем нырнуть в прошлое и реально ну скажем тысячу лет отмотать и туда как-то быть там или мы не можем заглянуть в завтрашний день как бы ты не был влюблен и как бы тебе не казалось что моя семья я никогда не не разочаруюсь своем супруге то есть никогда даже плохо не подумаю я никогда не поссорюсь все это хорошее желание вот и если ты женат или замужем то ты понимаешь что реальность она чуть-чуть другая на приземляет нас а мы не можем избежать смерти сколько бы мы не биопродуктов не съели сколько как бы мы не питались однажды мы все равно помрем нельзя общаться с фантастическими существами и мы не можем увидеть окончательную победу добра над злом поэтому нам так необходимые сказки люди любят кстати не только дети иногда и взрослые ныряют в сказки женщины любят нырять в романы чтобы увидеть своего героя которого они описали и думают вот этот принц вот такого бы мне мужчина могут что-то другое использовать и так нам не хватает что-то вот почему человек в сердце где-то мечтает а я думаю что именно такое состояние человек имел уже до греха падения именно в этом состоянии человек был до греха падения и откуда у нас это желание а потому что в сердце каждый из нас мечтает именно об этих вещах и знаете что интересно христианство иисус христос предлагает именно эти вещи когда сказки становятся реальностью я просто так и назвал свою проповедь когда сказки становятся реальностью и давайте как раз вот об этих пяти вещах в вещах поговорим что библия говорит о них первое это возможность выйти за пределы времени желание знать завтрашний день вот почему сегодня на сегодняшний день развелось столько много гадалок разных мастей у них название меняется суть одна и та же гадалка ворожилка чародейка и назовите еще там несколько слов есть но суть одна и та же предсказать завтрашний день а завтрашний день человек не знает просто не знаю можно догадываться можно говорить но завтрашний день человек не знает я иногда так знаете у меня иногда мысли так появлялись не знаю вы в таком направлении думаете или нет вот бы появиться ну хотя бы пятьсот или тысячу лет назад вот туда попасть в то время и вот на машине приехать представляете себе на лошадях или пешочком а ты на машине приехал так они это мир фантастики понимаете они скажут откуда кто это такой или представляете у вас телефон планшет 500 лет назад и вы там с кем-то с другой стороны общаетесь и показываете вот я с ним говорю это фантастика для того мира и мы понимаем но мы не можем туда нырнуть невозможно также вы знаете фильм машина времени которые там переносит либо назад либо вперед и это мир фантастики библия говорит очень четко о боге исайя 46 глава 10 стих я возвещаю от начала что будет в конце и от древних времен то что еще не сделалось говорю мой совет состоится и все что у мне угодно я сделаю очень просто бог от начала планирует до конца и он знает события каждого дня то есть он знает не только сегодняшний день завтрашний день что будет через сто лет через тысячу лет то есть ему время открыто то есть оно подчиняется для него несколько примеров из библии чтобы увидеть а как это срабатывало помните бог открывается иосифу во сне и говорит там снопы поклоняются его снопу то есть другими словами твои братья поклонятся тебе и когда он это сказал своим братьям братья конечно не были в восторге из-за зависти они продали его и думали все господь ну какие сны да мы разделались с этим иосифом его продали и все его нет в рабах может его там сгноили и примерно через двадцать лет эти братья приходят и падают через перед иосифом ниц и поклоняются ему и не догадываются что это их брат а бог предвидел как это будет и знал каждый день а позже еще бог дал фараону сон да помните семь коров худых семь тучных и позже бог открывает иосифу что это значит семь лет изобилия и семь лет будет голода семь лет очень плохой урожай и он открывает этот сон иосиф собирает житницы и позже египет встает житницей для всех других людей то есть о чем я говорю бог знает что будет наперед помните также даниилу бог открылся когда царь навуходоносор увидел видение бог ему открыл во сне он проснулся встревожился во второй главе даниила и он даже не он забыл сон и бог открывает даниилу и говорит о царстве он видит великую картину как камень с горы несется и сбивает этого большого истукана и он разбивается и он объясняет какие царства последуют после навуходоносора до пришествия христа до римского царства то есть смотрите он полностью предвещает и последняя книга откровение говорит нам почему книга откровения это книга надежды потому что она говорит чем закончится этот мир бог придет на эту землю и нас ожидает вечная вечная радость рай то есть еще раз читаю Исайя 46 10 я возвещаю от начала что будет в конце и от древних времен то что еще не сделалось говорю мой совет состоится и все что мне угодно я сделаю бог вне времени и он знает что будет завтра второе способность спастись от смерти человек рождается чтобы однажды умереть библия говорит псалом восемьдесят девятый десятый стих дней лет наших семьдесят лет а при большей крепости восемьдесят лет и самая лучшая пора из них труд и болезнь ибо проходят быстро и мы летим это средняя продолжительность жизни человека на земле кто-то может живет меньше кто-то больше кто-то может до сотни дотянет или может там пару лет еще больше но даже если человек проживет сто лет однажды придет день когда человеку нужно будет умереть библия говорит евреям 9 27 и как человеком положено однажды умереть а потом суд это установление бога что человеку положено умереть и поэтому сколько бы человек не съел биопродуктов сколько бы он спортом не занимался сколько бы он не бегал не худел и так далее придет день когда ему нужно будет умереть точка то есть никто не избежит не я не ты не избежишь но как иисус решает эту проблему во первых иисус христос был распят за грехи человека и он когда на кресте умер за грехи через три дня воскрес он победил смерть поэтому в его руках есть жизнь которую он может давать каждому верующего в него иисус говорит когда лазарь умер и сестры лазаря это марфа и мария пришли в шоке в траоре о том сказали иисусу наш брат умер иисус говорит марфе следующее и она 11 глава 25 и 26 стих и сказал ей то есть марфе я есть воскресение и жизнь верующий в меня если и умрет оживет и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек веришь ли ты сему после он воскрешает лазаря а в 5 главе и она 24 стих там стоит следующее истина истина говорю вам слушающий слово моё и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь то есть смотрите иисус утверждает что каждый кто поверит в него то есть в христа уже имеет жизнь вечную конечно когда мы говорим об этом мы понимаем что тело наше умрет и лазарь кстати кого иисус воскресил также умер его тело умерло но наша душа и однажды бог нам даст новое тело оно не умрет вовек то есть душа никогда не умрет вот почему когда человек верит в иисуса христа он может иметь надежду на жизнь вечную друзья и это не сказка и это не желание пастора как бы ну знаете вот когда человек умирает сказать ему что-то доброе это реальность о которой иисус говорит а когда богач попал в рай в ад а лазарь бедный другой лазарь попал на лона Авраама богач понял слушай есть ад и рай и это реальность там люди живут во что саддукеи не верили они думали смерть и все а тут реальность открывается жизнь оказывается продолжается в других сферах в других измерениях вот почему так важно иметь сегодня надежду на вечную жизнь на христа а жизнь вечная во христе иисусе и мой простой вопрос имеешь ли ты сегодня жизнь вечную примирился ли ты сегодня с иисусом христом а я сопровождал людей в церкви у нас были те которых мы уже за эти годы двадцать лет служения девятнадцать лет служения пришлось немало людей сопровождать когда люди в пожилом возрасте уходили у нас была сестричка эмма бека восемьдесят девять лет мы ее посещали славой вы знаете такой добрый пример когда ты приходишь и она говорит ай андрей я хочу к богу идти я устала мне хорошо я здесь пожила я все видела я хочу к нему и ты понимаешь ты пришел ее ободрять она тебя ободряет когда мы гулю сопровождали несколько лет назад она кстати из мусульман и она говорила мой дедушка был имам в киргизии и когда она покаялась она говорила у меня я рано потеряла отца я приобрела отца в боге и когда мы славой сопровождали ее в последний день мы просто сказали до свидания до скорой встречи когда я с мамой прощался я понимал что я ее уже когда я выходил с комнаты я понимал ей оставались день два или три просто она уже почти не могла вставать мне нужно было ехать мы обнялись я сказал мама до свидания мы встретимся родные вечная жизнь это не сказка в сказках люди мечтают жить а евангелие которое в Иисусе Христе суть евангелия это Иисус личность Иисуса Христа он дает жизнь вечную каждому принял ли ты эту жизнь третье любовь без разлуки вечная любовь человеческая любовь имеет свойство угасать тухнуть заканчиваться сколько красивых свадьб было отпраздновано и я лично был на красивых свадьбах которые прогремели красиво столько украшений столько добрых слов кажется но это навечно вот такие красивые слова я тебя люблю я буду до старости с тобой вот и здесь люди сидят которые давали обещания а потом как-то забыли и любовь кончилась а кто даже вместе сейчас мы сейчас даже о разводе не говорим мы понимаем что кто-то скажет да я никогда голос не повышу я даже плохо не подумаю о моей жене кто из вас уже ссорился женатые есть такие а остальные да а и смотрите теперь вопрос а неужели когда человек у алтаря стоял он обманывал нет я думаю искренне люди ну обещали любить просто любви не хватило закончилось знаете такое свойство так вот а в сердце есть у нас мечта это чтобы нас любили чтобы чтобы верность была до конца смотрите что павел говорит римлянам восьмая глава тридцать пятой тридцать девятости кто отлучит нас от любви божией скорбь или теснота или гонение или голод или нагота или опасность или меч или как написано за тебя умерщвляют нас всякий день считают нас за овец обреченных на заклание но все сие преодолеваем силу возлюбившего нас ибо я уверен что ни смерть ни жизнь ни ангелы ни начало ни силы ни настоящее ни будущее ни высота ни глубина ни другая какая-то тварь не может отлучить нас от любви божией во христе иисусе господи нашим то есть смотрите никто и никакие обстоятельства не могут нас разлучить от любви христа в разнице в отличие от нас любовь христа не заканчивается то есть она не кончается в другом месте библия говорит второе тимофея два тринадцать если мы неверны он пребывает верен ибо себя отречься не может когда мы говорим о верности иногда это это не только измена хотя когда человек неверный он может супругу изменить да мы даже имеем в виду когда человек что-то пообещал супругу я сделаю там вот это или это там отремонтирую что-то детям пообещал я с вами поеду или сделаю а потом не сделал просто забыл я позвоню я приду к тебе и не пришел и мы говорим так подожди а кто из нас кто из нас не повинен кто все свои обещания вот просто на сто процентов исполнил здесь нету таких я не исполнил я я каялся я обещал потом забыл и я стою я понимаю я неверный но смотрите когда к нам кто-то неверный у нас срабатывает такой механизм как он мне так я ему знаете да а чё я буду верный он мне обещал не сделать чё мне распинаться так вот смотрите если мы неверные что мы прочитали он пребывает верен я думаю в душе каждый из нас мы пели что за друга мы имеем нам бы так бы хотелось иметь верного друга да мы предаем да мы забываем но каждому из нас очень бы хотелось иметь боже а ты не откажешься от меня это очень такое сильное сильное выражение когда мы понимаем а бог он он рядом он верный четвертое способность общаться с фантастическими существами разговаривать с кем-то кроме людей все сказки построены именно таким образом незаурядный человек начинает общаться с кем-то с какой-то сверхъестественной силой которая вытаскивает его из проблем вот как бы в сказке да или выпил какой-то напиток и этот напиток дал ему силы и так далее вот смотрите у нас у всех есть желание почему потому что это желание самим богом дано в нас первый адам первый человек адам ева общались напрямую с богом после того как грех вошел в жизнь человека первые попытки разговаривать с богом авель и каин через жертвоприношение они хотели угодить богу и один угодил каин авель а каин не от сердца принес и убил своего брата позже авраам начинает приносить жертвоприношение но бог открывается и говорит с ним и весь ветхий завет в принципе это общение когда бог начинает говорить с человеком и человек также ищет лицо бога когда человек в проблемах а новый завет показывает что бог в иисусе христе пришел и примирил нас с богом отцом почему когда мы в проблемах человек больше ищет бога ну например когда самолет падает вот время когда турбины отказали самолет падает почему бы не попросить какого-то клоуна например развесели нас вот чтобы как-то вот не бояться почему а что делают когда самолет падает что люди делают молиться а зачем а ищут ищут спасение атеисты ноги трясутся а вдруг есть тот кто меня спасет а он есть и когда титаник шел ко дну когда люди уже поняли да он идет ко дну какую песню пели ближе господь к тебе так вот у нас есть возможность нам не обязательно сесть в самолет который падает сказать вот теперь я буду молиться у нас есть каждый каждый день возможность обращаться через иисуса христа к богу и молиться иметь общение живое общение все религии этого мира они мертвые в чем они молятся но они не ожидают ответа от бога а вы знаете что бог говорит индивидуально с нами через слово свое через духа святого говорит к нам смотрите а мы читаем в римлянам восьмая глава пятнадцатый стих потому что вы не приняли духа рабства чтобы опять жить в страхе но приняли духа усыновления которым взываем авва отче то есть папочка авва отче мой родной сей самый дух свидетельствует духу нашему что мы дети божьи если мы родились свыше то бог говорит к нам через духа святого мы имеем общение с богом и это не сказка это реальность кому из вас бог отвечал уже на молитвы да и вы это знаете у нас есть этот опыт когда мы взываем когда мы это может быть какая-то нужда это может какая-то благодарность быть где бог вмешался и ты смотришь господи как ты благ как здорово кто-то мечтает о такой силе а верующий в Иисуса Христа может общаться с богом и последнее увидеть окончательную победу добра над злом что случилось после грехопадения какую картину мы наблюдаем первое что Каин убивает Авеля пол человечества то есть убивает другую половину брат убивает брата после этого коротко незадолго да человечество размножается и бытие 6 5 написано и увидел господь что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время бог через всемирный потоп наказал человечество оставив 8 человек ноя жену и трое сыновей с их женами теперь что произошло после потопа изменился ли человек в своей сущности такой же остался мы считаем 1 иоанна 5 глава 19 стих мы знаем что мы от бога и что весь мир лежит во зле весь мир лежит во зле что это значит казалось бы что при стольких многих знаний изобретения возможностей человек должен быть стать добрее посмотрите какой мы какой мы прыжок сделали в науке в технике это просто мы кажется ну это же логично мы у нас столько много знаний университетов столько много коалиций которые рассказывают как можно мирно жить но посмотрите воин стоит больше россия украина на горный карабах израиль и это только маленькие точки сегодня это как знаете какое такое большое большое гнездо как то что размножается вроде бы кажется должно уменьшиться а никакие коалиции ни оон никто из политиков не может остановить это зло а я думаю что некоторым выгодно богатым людям война потому что это отмывание денег откуда вирусы берутся кто-то их делает а кто-то поставляет потом вакцины а мне кажется это может и с одной руки быть один делает а потом поставляет вакцины и очень хорошие деньги фармаиндустрия заработала миллиарды во время коронавируса зачем вирусы делать кто-то делает компьютерные вирусы а потом антивирусы продает на программы когда это закончится вы думаете закончится никогда покуда человек на земле есть есть зло зло это не на улицах где-то там зло в сердце человека вон там живет зло и поэтому когда человек когда мы слышим там по новостям вот-вот уже скоро мир будет это ложь его не будет мир будет только тогда когда христос восстановит вот что я хочу сказать мы ожидаем сейчас это может сегодня случится это может на ней на следующей неделе в этом году случится не через сто лет пришествие иисуса христа когда бог возьмет восхитит свою церковь тот кто сегодня живет с иисусом христом после этого времени будет великая скорбь семь лет это будет ужасное время когда бог будет изливать свой гнев на этот мир казнить этот мир и после этих семи лет придет иисус христос воочию во плоти с церковью чтобы установить свое царство физически на всей этой земле и поэтому это будет время мира где не будет больше войн где не будет обмана вирусов и всех негодяев которые распространяют грабят насилуют просто это будет аннулировано потому что бог воочию иисус христос со своей церковью будет властвовать царствовать на этой земле и после тысячи лет будет последнее последнее событие когда будет бог будет судить весь этот мир и люди разделятся на две категории одни пойдут в вечный ад и другие пойдут в вечную вечный рай вечную обитель с богом родные то что нам кажется сказкой это реальность то что бог предлагает в иисусе христе это не сказка мы это имеем в иисусе христе и это подтверждается словом божьим вопрос имеешь ли ты сегодня жизнь в иисусе христе спасен ли ты знаешь ли ты сегодня где ты будешь вечность проводить и друзья дорогие бог предлагает каждому из нас жизнь вечную общение с ним однажды будет победа окончательная добра над злом окончательно я предвкушаю это время я так бы желал чтобы каждый здесь сидящий от молодых до пожилых каждый сказал я хочу быть там я хочу быть с богом я хочу быть с богом сейчас мы будем молиться если ты еще не принял решение жить с иисусом христом ты можешь это сделать сказать господь я хочу прости меня я никогда не склонял свои колени здесь перед иисусом христом я хочу чтобы ты был мой моим богом а если ты веришь в иисуса христа у тебя есть прекрасная возможность прославить его сказать боже как здорово как здорово что однажды будет победа окончательная добра над злом и ты можешь прославить его сейчас в молитве аминь давайте встанем кто желает помолиться можете в коротких молитвах это сделать и я закончу